Исполнение указов главы государства. Полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе обозначил перед губернатором Ненинского округа приоритеты в работе. Интересы администрации Ненинского округа в Совете Федерации будут представлять новый сенатор. Постановление о наделении полномочиями члена Совфеда подписано главой региона. Отрезление с комфортом и бесплатно. В Наринмаре открылся временный пункт по приему граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Коми и жимские бабушки сразились в творческих испытаниях. В Наринмаре впервые прошел фольклорный конкурс «Иджитмам». Здравствуйте в студии Иван Никонов. Полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов провел встречу с главой Ненинского округа Александром Цибульским. В начале встречи полпредпоздравил Александра Цибульского со вступлением в должность губернатора и акцентировал внимание на важность работы администрации региона по исполнению указов главы государства. Александр Беглов обратил внимание губернатора прежде всего на высокую ответственность, которая стоит по исполнению майских указов и поручений президента. Они направлены на самое главное – на улучшение качества жизни населения. В свою очередь губернатор Ненинского округа подчеркнул, что для него ключевым приоритетом в работе остается человек и создание комфортных условий жизни для местных жителей. Александр Цибульский отметил, что за год работы в должности в Рио губернатора он познакомился практически со всеми населенными пунктами, пообщался с людьми, понял, чем люди живут, какие проблемы их волнуют. Ольга Старостина наделена полномочиями сенатора от администрации Ненинского округа. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Цибульским. С 2017 года Ольга Старостина занимала должность заместителя губернатора Ненинского округа по делам Ненинского и других коренных малочисленных народов Севера. Ранее занимала пост председателя горсовета 2-го и 3-го созывов, руководящей должности в городской администрации. Как отметила сенатор, глава региона дал ей поручение вести активную работу с федеральными министерствами и ведомствами в части проектов, которые в округе необходимо реализовать, привлекая для этого софинансирование со стороны федерального бюджета. Первое поручение – это работа по практической реализации договоренностей губернатора Ненинского округа, достигнутых в ходе встречи с председателем российского правительства и главой государства. Речь в частности идет о необходимости строительства пристройки к основному корпусу Ненинской окружной больницы. Городские парламентарии провели сегодня очередную сессию. В повестке дня значилось 11 вопросов. Среди них рассмотрение изменений городского бюджета, о порядке введения органов и местного самоуправления учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Муниципальный бюджет увеличен более чем на 20,5 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета в виде субсидий. Около 8,5 миллионов будут направлены на софинансирование содержания муниципального жилищного фонда. 10 миллионов рублей предназначены для завершения обустройства парка в районе поселка Лесозавод. С учетом носивых изменений параметры городского бюджета на текущий финансовый год по доходам составит 841,1 миллиона рублей. Изменения по доходам предлагается произвести за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на 20,3 миллиона рублей. И включение в доходную часть бюджета объема безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на софинансирование мероприятий по реализации проектов поддержки местных инициатив в сумме 263,6 тысяч рублей. Кроме того, выделены субсидии на поддержку местных инициатив. А летом муниципалитет участвовал в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры. Две инициативы горожан получили поддержку. Устройство автостоянки у нового здания сельхозрынка и устройство парка в районе бывшего здания рыбокомбината. На реализацию проектов из бюджета Ненинского округа выделены почти 2 миллиона рублей. Городская казна софинансирует 458 тысяч. Горожане, согласно условиям конкурса, выделяют добровольные пожертвования в сумме более 260 тысяч. Также в ходе сессии городские депутаты утвердили перечень имущества, которое будет передано муниципалитетам в собственность Ненинского округа. Передается газопровод, расположенный в доме 34 по улице Первомайской, протяженностью 100 метров. Газопровод газоснабжения района застройки улицы Авиаторов 1550 метров. Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки поселка Мирный 3255 метров. Наружные сети теплоснабжения объекта соцполитета в новом поселке 16 метров. Подземный газопровод низкого давления в районе дома 43А по улице Юбилейная 233 метра. Рассмотрели и вынесли на обсуждение в собрании депутатов Ненинского округа городские парламентарии вопрос о предоставлении гражданам жилых помещений по договорам соцнайма. В случае смерти гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых договором социального найма, право на получение с учетом даты постановки на учет такого гражданина сохраняется за членами его семьи. В этом случае в целях последующего предоставления жилых помещений по договорам социального найма сохраняет право состоять на данном учете до получениями жилых помещений по договорам социального найма или до снятия их учета один из членов семьи такого гражданина, действующего на основании нотариально заверенной доверенности, выданной ему другими совершенновательными членами семьи. А в заключении заседания обсудили и утвердили кандидатуры горожан, которые будут удостоены знака отличия за заслуги перед городом Нарьинмаром и почетной грамотой Совета городского округа. К другим новостям. В Нарьинмаре на базе комплексного центра социального обслуживания населения заработал временный пункт по приему граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Отчасти это альтернатива так называемым вытрезвителям. Напомню, учреждения для тех, кто перебрал с горячительным, в России массово закрыли еще семь лет назад. С тех пор подвыпивших людей рекомендовано доставлять в больницы. Однако там пьяные пациенты часто дебоширят и мешают медикам выполнять основную работу. Тему продолжит Олег Итанзейский. На первый взгляд может показаться, что это стандартный номер бюджетного хостела. Вполне комфортные койки, мягкие матрасы и индивидуальное постельное белье. Что еще нужно для спокойного сна после бурного вечера? Именно такие условия здесь предлагают тем, кто перебрал с алкоголем. Важный момент доставлять в отделение. Граждан будут исключительно на добровольной основе, то есть по их собственному желанию. Например, если жена не пускает домой, а спать очень хочется. При этом услуга абсолютно бесплатная. Мы, значит, принимаем документы, соответственно, там заполняются акты. Документы принимаются медицинского освидетельствования, что у него нет противопоказаний находиться здесь у нас в отделении. Ну и, соответственно, принимаем его вещи. У нас есть специальный каждый, для каждого гражданина будет ящик. И располагается в комнате. Ну, у нас это не имеет отрезвитель, да, у нас здесь нет медицинского персонала. Поэтому, ну, в целях, наверное, чтобы меньше было правонарушений у нас в городе, то, наверное, все-таки это отделение для округа тоже немаловажно. Перед тем, как сюда попасть, нетрезвого гражданина обязательно отвезут на медицинское освидетельствование. Клиент не должен иметь противопоказаний. Во временном пункте две отдельные комнаты – мужская и женская. В совокупности пять койкомест. Конечно, немного, впрочем, со временем их количество могут увеличить. Условия, значит, ну, человеческие, будем так говорить, в нашем отделении. И койкоместа, ну и обширная комната. Туалеты хорошего тоже условий. Кстати, именно здесь долгие годы располагался Наринмарский медвотрезвитель. Его, как и все остальные в нашей стране, закрыли в 2011-м. Трезваки, чистилища, казенные гостиницы – как их только они называли постояльцем. Тогда предполагалось, учреждения просто выведут из системы МВД. Передадут Минздраву либо муниципалитетам. Однако заниматься данной категорией граждан так никто и не захотел. Да беда в том, что пьяному, как говорят, море по колено. А некоторым из них просто необходимо показать всю свою скотскую сущность. В итоге любители крепких напитков стали доставлять в приемные отделения ближайших больниц. Такая инициатива врачей не обрадовала. Нетрезвые граждане часто дебоширят и мешают другим пациентам. Кадры, сделанные в Мурманской области, чтобы успокоить очередного клиента, полицейским и медикам понадобилось больше часа. Алкоголизм – это социально значимое заболевание. И здесь надо различать. Да, то есть все-таки алкогольное отравление, которое требует оказания неотложной помощи вплоть до нахождения пациента в реанимационном отделении. И алкоголизм как социальная составляющая, то есть просто больным надо отоспаться. Которым надо отоспаться – это социальная, еще раз повторяю, это социальная составляющая. Это не медицинская составляющая. Для медицинских работников данная категория пациентов составляла определенные неудобства. Она составляла неудобства и для других пациентов. Новость о том, что в России могут вернуть вытрезвители, появилась еще три года назад. Теперь все к этому идет. Вот цифры официальной статистики. В состоянии алкогольного опьянения совершается до 32% всех правонарушений. Закрытие вытрезвителей как раз и привело к тому, что в этой печальной статистике преобладают преступления, совершенные на бытовой почве. А ведь что может быть проще? Пьяному стоит всего лишь как следует проспаться, чтобы с утра проснуться совсем другим человеком. Держите ручку. Вот здесь вот попить. Что касается Ниницкого округа, то в региональном управлении МВД заявили, количество преступлений, совершенных лицами в нетрезвом виде, также неуклонно растет. Только за 8 месяцев текущего года почти 200 случаев. Временный пункт создан с целью предоставления гражданам временного приюта до вытрезвления. Прием граждан будет осуществляться на добровольной основе по результатам медицинского освидетельствования и установления алкогольного опьянения, а также при отсутствии противопоказаний госпитализации. Временный пункт по приему граждан будет работать круглосуточно. В каждой комнате установлена видеокамера. За порядком следит и дежурный. А значит клиентам отделения придется вести себя максимально тихо. Пришел, выспался, можно и домой. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Ненинском округе подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России». На окружном этапе выявлены победители в шести номинациях. Так, Виктория Сиренко со своим проектом «Путеводитель помощь волонтеру» победила в номинации «Общее дело». Екатерина Игнатова с проектом по созданию в Усть-Каре волонтерского объединения «Шудаю» стала лучшей в номинации «Организатор добровольчества». Светлана Самоходкина с проектом «Бабушки доброй воли» выиграла в номинации «Молодежный центр». Юлия Ветрова, руководитель благотворительной акции «Поможем детям вместе» заняла первое место в номинации «Помощь детям». Людмила Фомина и ее проект «А у нас во дворе» победили в номинации «Рожденные помогать». Яна Семкова заняла первое место в номинации «Вдохновленные искусством» со своим проектом «Люди тундры». Лучших волонтеров страны определят на финальном этапе конкурса, который пройдет в Москве 5 декабря в рамках Всероссийского форума «Добровольцев». Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 1 миллиона рублей. Лауреаты – от 100 до 250 тысяч рублей. В Богоиленском соборе Наринмара появилась собственная звонница, состоящая из шести колоколов. Звонница была привезена в Наринмар благотворительным фондом культурных и социально значимых инициатив имени святого праведного воина Федора Ушакова. По словам директора фонда Игоря Николаева, данный проект с колоколами уже третий на счету благотворительной организации. Первые две звонницы отправились в храмы Сирии. На первом колокольном звоне присутствовали глава Ненинского округа Александр Цибульский, а также Владыка Яков. До нынешнего момента территория Богоиленского собора имела лишь колокольню. Отличие колокольни от звонницы преимущественно заключается в архитектуре. В ближайшее время Ненинский округ должны посетить профессиональные звонари, которые научат воспитанников воскресной школы Наринмарской епархии звонить в колокола. Также в ходе торжественного мероприятия епископ Наринмарский и Мизенский осветил памятную доску «Русская Арктика навсегда», посвященную основанию в 1499 году первого русского арктического города Пустозерска. Конкурс красоты и таланта для окружных коми-ижемских бабушек «Ильжит мам» прошел во Дворце культуры Арктика. Праздник стал ярким событием в дне фестиваля комикультуры «Визулою». Шесть участниц, хранители своей культуры, мудрых, красивых и очень любимых внуками бабушек, зажгли на одной большой сцене. О их интересных судьбах расскажет Любовь Пермякова. А попала, вот приехал молодой человек, меня забрал, увез в Каневскую тундру. Я там вот работала чем работница, 30 лет, как-то уже говорили. Пятеро детей. А вы говорите, очень красивый был он, кто по национальности. Действительно красивый? Конечно, да. Одна из участниц фольклорного конкурса «Ильжит мам» Татьяна Ваучейская делится историей своей семьи, которая берет начало с 1974 года. Именно тогда в Тиманскую тундру приехал молодой и красивый оленевод Александр Ваучейский и тут же посватался к Татьяне. Я согласилась, не жалею. Всю жизнь в тундре, все лучшие годы провела в тундре. Это же тяжелый труд. Конечно, конечно. Это все надо. Это в магазине ничего не купишь, одежду. Оленевод должен одеть с иголочкой, чтобы была теплая одежда. Потому что раньше пластую было всю ночь. Это еще шили. Толбаки, малецы. Потом появились дети. Детям надо шить. И хотелось еще шить одежду красивую. В деревню какой-то наряд. Еще одна участница конкурса Евгения Канева приехала из Волоковой. Ее прадед по линии мамы, коми-сырянин Артемий Терентьев, был основателем этой деревни. В прошлом году у нас было 110 лет. Он приехал из Ежмы на оленях, стремятся трое сыновей у нее было. И вот она сначала, Верхний Пеша остановился тут недалеко село. Ему попросили спирта. Но он говорит, у меня такого нет. И они поехали дальше. Тогда Верхний Пеша вовсю кипела жизнь. Но доходный и богатый край, где и рыбы было в достатке, и охотничьих участков, и травяных пойменных лугов для скота немало, встретил первых вольных переселенцев неласково. Местные управляющие потребовали с каждого новенького плату за право поселиться в этих уже обжитых местах. Переселенцы платить не захотели. А может и нечем было. И пошли дальше в район реки Волоковой. Место нашли несказанной красоты, где рос сосновый бор. Вот Волоковой они основали, они вырубили там лес. Там был очень густой лес. Сначала деревня называлась Серентьевка, а впоследствии уже Волоковая. Там потому что протекала речка Волоковая. В этой деревне родилась и сама Евдокия. Воспитала там троих сыновей. Каждое лето они приезжают на родную землю со своими детьми. У еще одной коми-бабушки Валентины Каневой корни, как и у Евдокии Валентиновны, тянутся с республики Коми. А есть какие-то предметы, Коми, которые достались по наследству и их вы бережно храните в вашей семье? Самовар. Угольный самовар. Прередался от бабушки. Вот я его хранила. И мы каждую субботу после бани пьем чай с него. А летом на улице. А сколько ему лет? Ну ему лет, наверное, уже 50-60 где-то. Сегодня конкурс важное такое событие. Волнуетесь? Конечно. Долго готовились? Долго. Месяц. Вы мне уже сказали за кулисами, что несмотря на то, что тут конкуренция, конкурс все-таки, все подружились друг с другом. Это правда? Да, правда. Теперь мы все как одна семья большая. Всего в фольклорном конкурсе «Иджит мам» «Большая мама» приняли участие шесть представительниц Коми народа из разных уголков округа. Они как опытные артистки пели, плясали, разыгрывали сценки, зажигали зал своей энергией, красотой и теплом. Напомню, что конкурс проводился в рамках фестиваля «Визу Лаю». Он проводится уже в восьмой раз. В этом году к нам приехало семь коллективов из разных населенных пунктов округа. Наш наставник из города Сыктывкара, заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Федорова Наканова, которая проведет творческие лаборатории и мастер-классы. Мы будем давать концерты и в городе, и в поселке Красное. «Визу Лаю» – это быстротечная река. Это река времени, река культуры, которая и разъединяет, и объединяет одновременно. Потому что мы перед собой, конечно, ставим задачу, чтобы один раз в два года, именно с такой периодичностью проходит наш фестиваль, как можно больше представителей Коми и Жимской культуры Ниньского автономного округа встречались, общались, делились опытом своим. Конкурс закончился неожиданно не только для Коми-бабушек, но и зрителей. Жюри «Иджит-Мам» было принято необычное решение. Победительницами стали все шесть участниц. Зал взорвался радостными аплодисментами. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trk-sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.